Вы смотрите новости Верхнекамья в студии Екатерина Кравцова. Здравствуйте! Смотрите сегодня в выпуске. Преступная щедрость. Бывшая заведующая одного из детских садов выписывала премии работникам просто так, а половину забирала себе. Выслушивается стой именем Российской Федерации. 28 января 2019 года. Твори добро! Березняковский предприниматель организовала сбор вещей для детей из Соликамского дома «Малютки». Вещи мы принимаем практически все, мы их ассортируем, чистим, моем. Орлята учится летать. Березняковцы рассуждают, в каком возрасте дети должны покидать родительское гнездо. Лично я хочу с родителями жить хотя бы до 20. В выходные водитель легковушки сильно спешил и протаранил две грузовые газели на трассе Пермь-Березняки. После того, как понял, что натворил, просто сбежал с места аварии, оставив своих приятелей, один из которых позже скончался в больнице. В субботу утром компания из Яйвы выехала на Пермскую трассу, с собой взяла пенные напитки. За рулем двенашки был 17-летний парень. Водительского у молодого человека не было. В районе Челвы водитель ВАЗа догнал попутную газель. От удара легковушку выбросила навстречку под другую грузовую газель. В аварии серьезно пострадали три пассажира. В АЗовской 12-й. Один умер в больнице. Всем парням по 18 лет. Также пострадали водители грузовиков. А виновник аварии дал дёру и попросту сбежал с места ЧП. Сутки о нём ничего не знали. Позже парень сам пришёл с повинной в Добрянский отдел полиции. Сейчас ему грозит лишение свободы до пяти лет. И ещё об одном ЧП на дороге. 15 ноября у Соли шокировала авария, где под колёсами Ауди погибли сразу три человека. По похожему сценарию горе-водитель скрылся с места ДТП, но потом вернулся обратно. Сегодня огласили результаты экспертизы. По информации сайта bb59.ru, водитель Ауди не только выпил в ту роковую ночь, но и был под кайфом. Экспертиза показала наличие алкоголя и наркотиков в организме подозреваемого. Кроме того, 24-летний водитель Ауди А6 ранее около 10 раз штрафовали за превышение скорости. Обвинительное заключение направлено на утверждение в прокуратуру, после чего уголовное дело будет передано в суд. 7,5 лет такой срок просил помощник прокурора для бывшей заведующей детским садом номер 4. Подсудимую обвиняют в получении взяток, присвоении и растрате денег. Все махинации касаются премий для сотрудников садика. Оглашается приговор. Выслушивается, стоит. Универсийская федерация. 28 января 2019 года. Бывшая заведующая выписывала подчиненным повышенные премии просто так, а затем требовала вернуть часть бонуса. Подсудимая рассказала, что себе не брала ни копейки, все деньги тратились на содержание и ремонт садика. Так она решала текущие срочные проблемы с выплатами за ремонты, оплатой штрафов, расходами на подарки и другие мелочи. Правоохранители возбудили два уголовных дела. Подсудимая во всем созналась и попросила снисхождения. Помощник прокурора запросил 7,5 лет лишения свободы и штраф почти в 1,7 млн рублей. Но Березняковский суд вынес куда более гуманный вердикт. Суд приговорил признать Богатыреву Елену Николаевну виновное в совершении преступления, предусмотренном частью 1 статьи 286 УК РФ и назначение наказания в виде штрафа в размере 70 тысяч рублей в соответствии со статьей 47, частью 3 статьи 47 УК РФ с лишением права занимать должности в образовательных учреждениях, связанных с организационно-распорядительными и административно-хозяйственными функциями сроком на 2 года. А я продолжу выпуск рубрикой «Мобильный репортер». Накануне город простился еще с одним аварийным домом. Под снос пошло общежитие на Свердлово, 29. Работы должны были начаться со дня на день. Этого момента с тревогой ждали жители соседнего дома, по первому звонку от которых на место выехала и наша съемочная группа. Этого часа жители окрестных домов ждали долго. Расселенное аварийное общежитие некоторое время спустя вновь заселили бомжи. Обустроили квартиры без окон, без дверей, готовили еду на открытом огне. За такой комфорт один из временных постояльцев поплатился жизнью. Произошел пожар. Бедняга не выжил. Накануне 27 января вся Россия отметила день полного освобождения Ленинграда от фашистской блокады, которая длилась 900 дней и ночей. В Молотов, ныне Пермь, были эвакуированы несколько сотен тысяч человек, детские сады, интернаты, целые предприятия и, конечно же, культурные ценности. 8 сентября 1941 года – день начала блокады Ленинграда, которая длилась 900 дней и ночей. Страшные морозы, нехватка еды, постоянные бомбежки. От голода скончались более 630 тысяч человек. Началась эвакуация ленинградцев в социальных и культурных учреждениях. Молотов, ныне Пермь, принял порядка 380 тысяч человек. Сюда было перевезено более 120 детских садов и интернатов. Наряду с жителями Ленинграда эвакуировались и предприятия города – завод наркомата авиационной промышленности, электромеханический завод, завод оптического стекла. Продукцию для фронта они выдавали с колес. Пополнился оборудованием и мощностями Пермский пороховой завод, который стал основным поставщиком порохов в стране. Свой вклад внесли и эвакуированные ученые. На счету конструкторского бюро мотовеликинских заводов десятки разработок вооружения. За годы войны здесь была выпущена каждая четвертая пушка, произведенная в стране. В 41-м Молотов прибыл эшелон с труппой Мариинки. Вместе с театром приехало и старейшее в стране Ленинградское хореографическое училище. В наш город также были эвакуированы фонды русского музея. Все 10 тысяч произведений были сохранены. Эвакуация ленинградских предприятий, учреждений и населения в Молотовскую область несомненно сыграла значительную роль в сохранении жизни сотен тысяч людей, приумножила экономический, культурный и научный потенциал страны. Сегодня в Москве на ВДНХ прошел марафон добра. Вместе с посетителями покататься на горках и коньках пришли звезды театра и кино. А все средства от продажи билетов были направлены в благотворительные фонды. А между тем у нас с вами есть возможность помочь малышам из Соликамского дома малютки. Одна из березняковских предпринимателей организовала благотворительный сбор вещей и игрушек. Одежда, обувь, теплые вещи, игрушки, подгузники, присыпка, детский крем и детское питание. Все это индивидуальный предприниматель Мария Пирогова собирает для воспитанников дома малютки города Соликамска. Мария верит, что эту акцию поддержат все жители города. Это наша инициатива. Все-таки детки маленькие, на них надо много-много всего. Конечно, наше государство заботится об этом, но недостаточно. Все равно нужно помогать. Вещи мы принимаем практически все. Мы их ассортируем, чистим, моем, дезинфицируем паром, дезинфицируем специальным средством и увозим игрушки. Ну, все вообще принимаем. Благотворительную помощь можно приносить в магазин детской одежды и товаров для здоровья «Осчастливчик», который находится по адресу Мира 62. Все подробные отчеты будут выложены в группе магазина «Осчастливчик ВКонтакте». Акция «Нежность и забота» будет проходить на постоянной основе. С вещами на выход. Молодые люди в возрасте от 18 до 25 лет, не вступившие в брак, должны жить отдельно от родителей. Так считает добрая половина жителей нашей страны. Таковы результаты опроса. А мы узнали, согласны ли с этим мнением березняковцы. До скольки дети должны жить с родителями? Как вы считаете? До 18? Дальше сами решают. А почему до 18? Совершеннолетние все. У вас так же было? Нет. Я еще раньше ушел. В 17 лет учиться уехал и все. До 18? Пока возраст у них не выучится, вернее. 19, наверное, нормально будет. Потому что, когда долго задерживаются с родителями, они становятся беспомощными и не принимают таких нужных решений, как должно быть. Получат образование, начнут самостоятельно зарабатывать, самостоятельно справляться, тогда и будет самостоятельно жить. То есть это примерно сколько лет? Не знаю. Лет 20-18. 18-20 лет, я думаю, нормально. Ну вот у меня дочь в 20 лет замуж вышла. Как бы так. Желательно подольше, чтобы они жили с родителями. У меня просто у самой двое детей, и я хочу, чтобы они подольше со мной были. Лет до 25 точно. А почему? Ну, потому что зачем рано, чтобы они женились, замуж выходили. Потом разводятся все. Очень же много разводов. Со скольки лет дети должны жить отдельно от родителей, по вашему мнению? Не знаю. Лет 40. У меня старшая дочь, и я ее очень люблю. Ну, наверное, 25. Закончили, поступили. Поступили на работу и пошли в дальнейшую жизнь, так скажем. Ну, наверное, доженить бы. Да почему доженить бы. Ну, вот, например, у нас Ромка наш. Он ушел от матери в 18 лет. В 18 лет и стал самостоятельно жить. Устроился, между прочим, к вам на телевидении. Да, Роман Чакин. Вот он самостоятельно вот так вот и живет, понимаете. И сейчас вот квартиру купил в Перми, правда. И ребеночек появился. Правонучек у нас уже, Артурчик. Так что вот. Лично я хочу с родителями жить, ну, хотя бы до 20, потому что у меня техникум еще. А техникум заканчиваю только в 20 лет. Поэтому после 20 уже все буду сам. Олимпиада для рабочих рук. В Березняках завершились первые в истории города соревнования WorldSkills. Если окунуться в историю, то это движение шагает по всему миру уже 72 года. Соревнования стали проводить среди простых трудяк с целью поднять престиж рабочих профессий. Ну, а сегодня об участии в чемпионате может мечтать каждый студент. WorldSkills Россия. Это движение, объединяющее молодых профессионалов всей страны. Несмотря на довольно современное название WorldSkills, это движение впервые появилось еще в 1947 году в Испании. Мир после гражданской войны резко испытал нехватку квалифицированных рабочих. И было решено проводить конкурсы по профессионально-технической подготовке. Такие состязания были призваны поднять популярность рабочих специальностей и способствовать созданию эффективной системы профессионального образования. Далее инициативу поддержали и другие страны. В наше время движение WorldSkills – это международная некоммерческая ассоциация, цель которой – популяризация рабочих профессий через проведение международных соревнований по всему миру. Теперь к движению присоединились и Березняки. В зале политехнического техникума на торжественном открытии звучит гимн России. ПОЮТ НА ИНОСТРАННОМ ЯЗЫКЕ Позвольте считать пятый региональный открытый чемпионат WorldSkills Russia Бермского края открытым. Березняковский политехнический техникум прошел серьезный конкурсный отбор на получение права проведения регионального этапа чемпионата на своей базе. Недавно здесь открылся специализированный центр компетенций, промышленная механика и монтаж. А также существует необходимая материально-техническая база. Главное в чемпионате, конечно же, состязания. Участники на различных рабочих площадках демонстрировали свое мастерство. Вот площадка компетенций, промышленная механика и монтаж. Будущий механик, третий курсник Михаил Замесов готовится к выполнению непростого задания. Собрать зубчатую шестереночную передачу с ручным приводом. Перед этим экзаменом Михаил побывал на промплощадке Азота и своими глазами увидел работу механиков и то, что ему предстоит выполнить во время экзамена. Первое впечатление, когда узнал о работе, подумал, что будет сложно так. Поработав, понял, что не так уж сложно. Получится все? Ну, постараюсь сделать идеально. Многообещающий настрой также показывает, чему научились на Азоте и другие участники конкурса. Для того, чтобы сегодня ребята были уверены в своих действиях, большую работу в подготовке к чемпионату в WorldSkills провели сотрудники ремонтно-производственного управления филиала Азот. Немало времени ушло на изготовление предварительных деталей, которые были необходимы для так называемого стенда, для испытания элементов зубчатого зацепления. Начальник РПО Андрей Шахматов признается, задачи будущей механики решают сложные. То, что конкурсанты старались и посещали наши производственные площадки, я видел заинтересованность в их глазах. Они старались изучить и токарное, и фрезерное дело. И я думаю, что оно очень сильно будет способствовать им для, говорится, участия и выступления, и в том числе, как бы, и для победы. Все три дня, в течение которых проходил чемпионат, конкурсные работы оценивал представитель Азота, начальник механического отделения РПО Владислав Чернавин. Его задача – контролировать точность и время выполнения заданий участниками, работать в команде с другими приглашенными экспертами и специалистами. За неравнодушие и ответственный подход к масштабному мероприятию филиал «Азот» отметили благодарственным письмом. Предприятие «Техникум» уже несколько лет связывает крепкая дружба. Сотрудничество продлится и дальше, уверяет Ирина Загвоздкина, начальник отдела обеспечения кадрами. Ведь в квалифицированных специалистах заинтересованы все. Надеемся, что вот этот вклад в развитие профессии, в развитие компетенции, в развитие учебного заведения вернется к нам хорошими выпускниками, настоящими профессионалами, хорошими механиками, которые будут поддерживать наше производство в рабочем и справном состоянии. В рамках чемпионата, кроме испытаний на рабочих площадках, были организованы экскурсии по учебному заведению, выставка творческих работ, пресс-конференция. Последнее под названием «Сотрудничество учреждений профессионального образования с предприятиями города-края» говорит сама за себя. Участники конференции обсудили разные вопросы взаимодействия и пришли к единому мнению, которое очень тонко определил наш современник, лауреат Нобелевской премии по химии Уолтер Гилби. Каждый работодатель получает таких работников, как их заслуживает. Между тем, итоги пятого открытого регионального чемпионата молодые профессионалы Пермского края подведут в Перми. Все участники и победители получат призы. Надеемся, что среди них будет и третий курсник Михаил Замесов, недавно побывавший на заводе, там, где его уже ждут. Что особо понравилось, что впечатлило? Какие там люди работают, какие добрые, понимающие. Делайте новости вместе с нами, снимайте эксклюзивное видео городских происшествий или интересных событий. Присылайте нам и становитесь мобильным репортером программы «Новости Верхней Камья». Мы ждем ваше сообщение на электронную почту tnt.newssobacomail.ru или по телефону 43 17 11. Автор лучшего ролика недели получит в подарок сертификат на ужин в ресторане номиналом 1000 рублей. На этом у меня все. В студии была Екатерина Кравцова. Всего доброго. До свидания. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова